Примерно 10-15 миллионов человек, которые смотрят сейчас Интер, эту передачу, вместе со мной 45 минут слышали эмоции людей, которые не были в реальной экономике, в реальном секторе экономики, в энергетике, о Донбассе, о блокаде и о внешней политике. Какая Тэтчер? Какая Семерка? Какой Путин? Какая блокада? Мы живем в стране, где минимальная заработная плата, минимальная, чуть больше 100 долларов, на которую невозможно прожить. Мы живем в стране, где нет дорог. Мы живем в стране, где пенсионер неким волшебным образом выживает на одну тысячу гривен. Не то место блокировали эти ребята. Блокировать необходимо было Верховный Совет и требовать перевыборов. Теперь я объясню почему. Почему? Нечестно. Торговать с Востоком. И никто не знает всю глубину цинизма этой торговли с этими оккупированными территориями. Почему? Потому что реально там было так. Мы отправляем туда деньги, эти деньги предприятия на той территории выводятся в кэш, обналичиваются. И на шахтах, которые контролируются бандитами, покупается за мал уголь по 400-500 гривен. Это несправедливо и нечестно. Но вместе с тем, уважаемая самопомощь, нечестно и неправильно и абсолютно антиукраински заходить в конфликт, как это делал Поросюк Семенченко, говорить с президентом, с премьером, с Верховным Советом через «иди туда и сюда», понимая, что после этого невозможно сесть за стол переговоров. И жертвами в результате станут десятки миллионов людей. Поэтому я лично вижу выход только один. Единственный. Мы должны обязательно идти на новые выборы. Мы должны тотально перезагружать власть. Причем на все выборы. На все абсолютно. Мы должны привести абсолютно новые, свежие, молодые силы в парламент, потом в Кабмин, провести выборы президента, избрать молодого президента, желательно социал-демократа. Мы должны построить новый курс. Вот дайте заходить. Я 50 минут ждал, вот слушал это. Мы должны создать новый курс и новую индустриализацию. Вот послушайте, новая индустриализация. Беречь каждое рабочее место. Я руководил, когда-то был самым молодым директором предприятия в СНГ. Я знаю, что такое потерять одно рабочее место и создать одно рабочее место. Одно новое рабочее место стоит 30 тысяч долларов. Это невероятный труд выжить предприятию. За последнее время руками Международного валютного фонда, олигархам и теми, кто управляет страной, поэтами и писателями, страна доведена до предела.